Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия. У меня два счета в Тинькофф, один в ВТБ и криптокошелек на Binance. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Новость, которая вообще-то вышла в пятницу, но вышла она уже вечером после того, как я записался, и сегодня не можем мы ее с вами не коснуться. Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды. В последний раз алюминиевая компания выплачивала дивиденды аж в 2017 году. Русал также отчитался о росте прибыли и выручки в первом полугодии текущего года. В апреле 2018 года США ввели санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, которого, в общем-то, связывают с этой компанией, хотя сам он вроде как даже этот факт отрицает, а также принадлежавших ему Русала и ИН+, запретив американским компаниям вести с ними бизнес. И с тех пор алюминиевая компания не распределяла прибыль в виде дивидендов. В начале 2019 года Минфин США согласился снять ограничения против Русала после того, как Дерипаска снизил долю в контролирующем акционере компании ИН+, с 70 до менее чем 45%. В июле возобновить выплату после четырехлетнего перерыва предложил акционер компании Суал Партнерс. У них 25,61% от Русала, но, как мы видим, эта идея не прошла. Ну, я не думаю, что эта новость кого-то сильно удивила. Все уже привыкли, что Русал это бумага роста, а не дивидендная бумага. А вообще у Русала сейчас, в принципе, все в порядке. В первом полугодии 2021 года скорректированная чистая прибыль Русала по международным стандартам финансовой отчетности составила 679 миллионов долларов против 63 миллионов убытка годом ранее. Чистая прибыль более 2 миллиардов долларов, из которых 1,12 миллиарда пришлось на денежную статью долю в прибыли Норникеля, следует из отчета Русала. Компания получила 618 миллионов дивидендов и 1,4 миллиарда долларов принесло участие в программе обратного выкупа акций на рильского никеля, говорится в документе. Сегодня пишут, что биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд. Обычно летние цены на газ ниже зимних, однако это лето перевернуло представление о закономерностях формирования цены. На бирже в очередной раз превышен предыдущий максимум. Одна тысяча кубометров стоит 585 долларов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе ТТФ в Нидерландах при открытии торгов в понедельник составляла почти 550 долларов. После объявления аукциона цена подскочила до 586. Как отмечает РИА Новости, на настроение трейдеров повлияло решение Газпрома не бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину. Из предлагавшихся на аукционе 15 миллионов кубометров в сутки было забронировано только 4%. Друзья, я недавно подкупился чуть-чуть Газпрома и жду, жду от них прорыва, жду достройки Северного потока, пока моя инвестиционная идея работает. Главное событие последних дней, которое сейчас абсолютно во всех новостях, это самая главная и ключевая тема. Это, конечно же, Афганистан и Талибы. И вот, друзья, я сегодня наткнулся на интересную статью на РБК, что данный фактор может означать для рынков. В воскресенье боевики движения «Талибан» установили контроль над территорией Афганистана. «Талибан», кстати, в России по-прежнему запрещен. Разбираемся, смогут ли эти события повлиять на фондовые рынки. Ну и давайте я самые интересные выдержки из этой статьи сейчас вам озвучу. «Талибы» перешли в наступление после вывода из Афганистана военного контингента США. К началу июля Пентагон объявил о выводе 90% войск из страны. Уже 14 августа «Талибы» контролировали больше половины афганских провинций и захватили основные крупные города за исключением Кабула. И вот вчера, по-моему, пал, в общем-то, и Кабул. Но там и боя как такового не было. Столица взята без сопротивления. «Талибан» уже контролировал территорию Афганистана в 1996-2001 годах. Американская армия была в стране с 2001 года после теракта 11 сентября. Ну и получается, как только америкашки из Афганистана ушли, тут же «Талибы» обратно взяли страну под контроль. Ну да ладно, хрен с ним, это все нас мало касается. Больше нас это должно волновать с экономической точки зрения. Так вот, как отмечает Market Watch, оценить возможное влияние событий в Афганистане на американский фондовый рынок сейчас проблематично. Опрошенные изданием «Аналитики» не ожидают повышенной волатильности, но считают, что ситуация в Афганистане будет еще одним негативным фактором в геополитическом плане. Также стратеги отметили, что возможная военная эскалация может привести к росту стоимости акций оборонных компаний США. Пока никаких движений не наблюдается, но, как говорится, еще не вечер. Также экспертов опрашивал Bloomberg. Так вот, они полагают, что события в Афганистане могут сразу повлиять на фондовый рынок, однако в долгосрочной перспективе это возможно. Страна снова может стать центром планирования террористических атак. Глава отдела инвестиционной стратегии и главный экономист MP Capital Шейн Оливер отмечает, что события в Афганистане могут негативно отразиться на рейтинге президента США Джо Байдена. Его вовсю уже, кстати, троллит Трамп. Я читал, что он говорит, что это величайший провал американской внешней политики последних лет. Ну, Трамп так себе противник, согласитесь. Он сейчас будет издеваться над Байденом весь его президентский срок, будет подмечать все его ошибки, обнажать все его проблемы. И в связи с этим Байдену необходимо, чтобы верхняя палата Конгресса США одобрила как можно большую часть его программ стимулирования экономики, так как это может отвлечь внимание от событий в Афганистане. Связи Афганистана с более широкими рынками довольно невелики, сказал глава подразделения DLFX по Азии Илья Спивак. Эффект будет в том случае, если регион снова станет плацдармом для терроризма, отметил он. Инвесторы, вероятно, не будут слишком активно обращать внимание на эту тему при торговле, если вдруг что-то не случится, добавил аналитик. Ну, видите, общее мнение по факту это просто очередная горячая точка. Афганистан, разумеется, не относится к каким-то значимым экономическим зонам и никак напрямую это все не повлияет. Но если сейчас разгорится очередной конфликт, если сейчас опять будет жарко в этом регионе и в Соединенных Штатах, если они будут вынуждены сейчас перебрасывать туда какие-то воинские подразделения, то в целом, наверное, это все может повлиять на экономический климат. Ну, посмотрим, друзья, пока еще очень преждевременно обо всем этом рассуждать. Ну, а вот о чем говорить никогда не поздно, это, друзья, правильные инвестиционные стратегии на бирже. Если вы новичок, если вы даже и не совсем новичок, но у вас что-то не получается, не клеится, доходность не удовлетворяет, я могу вам рекомендовать свою стратегию. Она называется «Честный портфель». Я сам, в общем-то, по ней инвестирую. И всем желающим ее могу предоставить. Это файл в формате PDF. Стоит символически 300 рублей. Чтобы заказать, пишите мне в Telegram. Ссылочка в описании и в первом закрепленном комментарии. Ну и дзюбы-то, друзья, в сборной на ближайшие матчи не будет. Валерий Карпин только что буквально огласил состав на отборочные матчи турнира Чемпионата Мира 22-го года в Катаре. Итак, друзья, наша заявка выглядит следующим образом. Вратари Гильермо Локомотив, Дюпин Рубин, Максименко Спартак и Писиков Ростов. Защитники Дивеев Фернандес ЦСКА, Макеев Лока, Чистяков Караваев Зенит, Джикия Спартак, Осипенко Ростов, Самошников Рубин, Терехов Сочи, Кудряшов Анталия Спор, полузащитники Баринов Жамалединов Мухин Головин, Ерохин Кузяев Забнин Бакаев Миранчук, Фомин Захарян Макаров Ионов Черышев и нападение Смолов Заболотный и Тюкавин. Посмотрим, что из всего этого получится, но по поводу Дзюбы, пожалуй, можно и согласиться. Сейчас Артем явно не в форме. Я думаю, если он ее наберет, то в сборной все-таки окажется. Погнали на рынки. Очень, друзья, сегодня показательная картина. Вот где стабильность, вот где заработок. Индекс РТС плюс 0.33, индекс Мосбиржи плюс 0.49. Весь остальной мир сегодня красный. Все падает, кроме великой православной России. Доу-Джонса минус 0.22, СНП минус 0.26, Насдак минус 0.29. В плюсе вся Европа и весь мир. И даже Китай минус 0.1 по CSI 300. На товарных рынках немножко подрастает золото. Плюс 0.1, 1781 доллар за тройскую унцию. Металлы преимущественно дешевеют. И нефть тоже очень сильно просела. Минус 2.63, 68.72 за баррель. Что касается рубля и валют. Доллар плюс 0.04, 73.32. Евро минус 0.09, 86.37. По крипте небольшой позитив. Биткоин плюс 0.97 процента. 47.173 доллара за монету. По индексу Московской биржи. Лучшая пятерка бумаг это Novotec плюс 3. Headhunter плюс 2.9. Tinkoff плюс 2.5. FixPrice плюс 2.1. Петропавловск плюс 1.7. Аутсайдеры Alrosa минус процент. X5 Retail минус 1.2. Детский мир минус 1.4. Mail минус 1.5. И Global Trans также минус 1.5 процента. По всему российскому рынку лучшие бумаги это Выборгский судостроительный завод плюс 9.76. Укар Сагера плюс 8.88. И Префа Выборгского СССР плюс 6.22. Ну давайте сегодня эту компанию и посмотрим. Банк Санкт-Петербург плюс 6 процентов. Петра Чайна плюс 5.98. ТНС Энерго Нижний Новгород. Фарм Синтез и группа компаний Самолет. Вот лучшие бумаги. Выборгский судостроительный завод за месяц плюс 16. За год плюс 24. За три года плюс 190 процентов. Очень достойно. Тикер бумаги VSYD 5230 рублей. Стоит одна акция. Сегодня плюс 465. Теханализ от инвестинг. На месяц активно покупать. Скользящие средние 12.0. Технические 7.1. Вот график бумаги за месяц. График за полгода. И годовой график акции. Ну видим здесь боковик до конца 2020 года. Затем бумага резко подорожала к 20-м числам января 2021. И ушла в такую медленную-медленную коррекцию. И вот сейчас очередной новый рывок. Общий график по данной бумаге. Ну в целом выглядит весьма неплохо. Выборгский судостроительный завод специализируется на коммерческом и военном судостроении. Производит морские платформы, буровые установки для освоения шельфовых запасов и металлоконструкций. Строит ледоколы, суда снабжения, стационарные добывающие платформы и плавучие добывающие комплексы. На ежегодной конференции нефть и газ шельф 2015 предприятию присужден статус лучшей компании года в номинациях плавучие буровые платформы и суда обеспечения. 11 миллиардов рублей стоимость компании. Бета 0,94. То есть торгуется в принципе по рынку. Нет многих мультипликаторов. Особенно важнейшего ПЕЦ на акции к прибыли. Так что друзья придется интересующимся данной бумагой поискать эту информацию где-то в другом месте. У меня на это увы времени в рамках сегодняшнего выпуска не будет. Ну что мы тут еще можем с вами посмотреть. Дивидендов нет совсем. Это недостаток. Рентабельность. Ну видите рентабельность активов минус 13. Основные показатели тоже прочерки. Ну и вот финансовая отчетность. Ибеда за 12 месяцев минус 466 миллионов. Чистая прибыль за 12 месяцев минус 1,6 миллиарда. Ну непонятно. То ли сейчас у компании дела идут не очень хорошо. Но цифры выглядят мрачновато. Разумеется если бумагу приобретать вдруг по каким-то мотивам. То надо углубиться в нее посерьезнее. Поэтому друзья пока мне не понравилось то что я вот мельком увидел. Если вы другого мнения. То лучше информацию конечно перепроверить. Так давайте смотреть что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. И тут все здорово. Плюс 0.24 плюс 2 тысячи рублей. Финансовый результат по рублевым активам. За неделю плюс 0.75 плюс 6.300. За месяц бешеная доходность. Более 3 процентов. 26 с половиной. Посмотрим друзья как мы закроем этот месяц. Но пока все идет супер круто. По эмитентам мой сегодняшний лидер это Тинькофф. Бумага стоит уже более 7200 рублей. Сегодня плюс 2.38 процента. Тинькофф не перестает удивлять. Погнали в Америку. Начинаем с иис в брокере Тинькофф. И тут несмотря на в общем-то красные общие графики по американским индексам. У меня сегодня получается даже плюсик. Лучшая бумага дня. PayPal за день плюс 0.87. За неделю по PayPal минус 0.32. За месяц результат минус 6 процентов. Сейчас бумага переживает не лучшие времена. Но за год очень уверенные 45. Интересная бумага. По фондовой части сегодня просадочка минус 0.59. Минус 1200. В портфеле около 205 тысяч рублей. За все время тут плюс 15.47. Плюс 27.454 рубля. Ну и в крипте, друзья, посмотрите. У меня сейчас 3185 рублей. А жалко, что у меня тут так мало денег. Потому что за месяц доходность. Видите, строчечка PNL за 30 дней. 76 процентов. Именно столько можно было заработать. Если бы держать, грубо говоря, в крипте бы миллиончик. То можно было бы рубануть 760 тысяч. Но, конечно, этого делать не надо. Слишком волатильно. Слишком непредсказуемо. И слишком опасно. Ну что, друзья, с надеждой на мир во всем мире. И в Афганистане в том числе буду с вами прощаться. Что касается завтрашней сессии. Допускаю, что рынки могут немножко забрать у нас то, что так щедро давали нам первую половину месяца. Но это нормально, друзья. Доходность экстраординарная. Пока в августе. И если коррекция немножко лишнее подстрижет, то сильно огорчаться здесь не стоит. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестировать вместе с вами. Доброй ночи. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok